Беда с этими управляющими компаниями. То тепловикам огромные денежные суммы задолжают, то энергетикам. А страдают при этом жители, которые вдобавок еще и платят немало деньги за содержание жилья. А как таковым местные управленцы домами и не занимаются. Чаша терпения постепенно переполняется. Исковые дела по многомиллионной задолженности некоторых артемовских управляющих компаний за тепловую энергию уже находятся в суде. Возможно, что в скором будущем, к примеру, обл. коммунэнерго последует из свердлов энергосбыт. Мое обращение будет адресовано в основном к жителям, которые проживают в многоквартирных жилых домах и входящих в состав тех или иных управляющих компаний. Артемовский сбыт, свердлов энергосбыт, озабочен состоянием расчетов в рамках договоров электроснабжения с данными управляющими компаниями. По состоянию, на сегодняшний момент задолженность управляющих компаний за потребленную электрическую энергию превышает 12,5 млн. рублей. Для того, чтобы понять период задолженности и какова задолженность, среднемесячное потребление данных управляющих компаний составляет порядка 3,4 млн. рублей. То есть, это более трех периодов. Все мы знаем, что принято и утверждено постановлением правительства порядок предоставления коммунальных услуг граждан за номером 354. Данным постановлением предусмотрена возможность введения ограничения в отношении категории населения при задолженности 3 периода и более. В силу принятия определенных дополнений к данному постановлению, данные правила будут в ближайшее время введены в действие. Учитывая то, что я ранее сказал, хочу пояснить, что таким должникам, которые работают на территории Артемовского городского округа, относятся следующие управляющие компании. Это открытое акционерное общество «Порядок», открытое акционерное общество «Чистый дом», открытое акционерное общество «Ремонтно-строительная компания», открытое акционерное общество «Управляющая компания-ТРТМ». Как уже, наверное, заметили многие, список управляющих компаний-должников за неоплаченную электроэнергию практически тот же, что и список должников за теплоресурсы. Хочу пояснить следующее, что те деньги, которые собирает Свердлов Энергосбыт, это деньги потребителей в счёт оплаты потреблённой электрической энергии. Актуальность данного вопроса чем подтверждается? Прежде всего тем, что любая организация осуществляет свою деятельность для обеспечения своего существования. Это самостоятельный хозяйствующий субъект. Свердлов Энергосбыт имеет статус гарантирующего поставщика, в том числе и работает в данном статусе на территории Артёмовского городского округа. Как гарантирующий поставщик мы имеем фиксированную сбытовую надбавку, которая ежегодно утверждается постановлением РЭК Свердловской области. И данная надбавка, она фиксирована и не так велика. Это в пределах 2,5% от стоимости электрической энергии. Основная составляющая, которая идёт в стоимости, это оплата генерации за производство электрической энергии и мощности и оплата сетевым компаниям за ту услугу, которую они оказывают по передаче электрической энергии до конечных потребителей. Задача Свердлов Энергосбыт – это полностью произвести сбор денежных средств своевременно и в полном объёме и направить по назначению. В случае задержек оплаты, соответственно, возникает прецедент отсутствия денежных средств. Свердлов Энергосбыт несёт прямые финансовые обязательства как на оптовом рынке, так и для оплаты услуги сетевым компаниям. В связи с этим граждане, входящие в состав той или иной компании, в какой-то степени могут стать заложниками. К сожалению, не все управляющие компании раскрывают информацию о состоянии расчёта по поставщикам ресурса. К сожалению, это факт, и хотелось бы просто хотя бы один пример увидеть, какая управляющая компания разместила информацию, где и каким образом о состоянии расчёта. В то же время Свердлов Энергосбыт предлагает заключить прямые договоры гражданам электроснабжения. В таком случае каждый потребитель будет нести ответственность самостоятельно, а управляющая компания будет освобождена от бремени ответственности оплаты за потреблённую электрическую энергию. Как отметил управляющий Артёмовским межрайонным сбытом Вячеслав Гутов, важным элементом является и установка исправных счётчиков потребления электроэнергии. При наличии общедомовых приборов учёта прошу обращать внимание на техническое состояние индивидуальных приборов учёта. То есть, где-то они установлены на лестничных маршах, где-то они установлены в жилых помещениях. Это необходимое и обязательное условие. Данное условие приведёт к формированию корректного и достоверного объёма потреблённой электрической энергии каждым потребителям самостоятельно. Так как присутствует тот момент, что при наличии общедомового прибора учёта, соответственно, просуммировать поквартирно по приборам учёта или применение норматива при отсутствии прибора учёта, возникает разница. Она определена возможностью этой разницы прежде всего и теми потерями, которые складываются внутри домовых электрических сетях, а также, конечно же, и недостоверным учётом самих граждан, которые проживают в многоквартирных жилых домах. Прямой договор с Артёмовским сбытом на поставку электроэнергии и впоследствии оплату за неё заключить несложно. Это возможно произвести путём проведения собрания собственников жилья или ответственных квартиросъёмщиков и заключить прямые договоры. Это право края каждого гражданина заключить договор с поставщиком ресурса. Помимо всего прочего, имея статус гарантирующего поставщика, Свердлов Энергосбыт обязан заключить договор с любым обратившимся лицом в зоне действий гарантирующего поставщика. Такой вариант развития событий даёт стопроцентную гарантию того, что ваши деньги не осядут в карманах управляющих компаний, а напрямую попадут к ресурсникам. Продолжение следует...